на северном кавказе среди других есть красивейшая республика карачаева черкесия находясь у подножия самого Эльбруса высочайшей вершины Европы она занимает удобное географическое положение с мягким умеренно континентальным климатом гостеприимным населением и на удивление разнообразным ландшафтом ну как и в любом другом месте и здесь случаются неприятности в одном из районов этой республики в Усть-Жигутинском в окрестностях аула с красивым названием Кызыл-Кала что значит красная скала лютует стая волков нападая на скот местных жителей серые перепрыгивают ночью через ограждение загонов где люди держат баранов съедают одного-двух в азарте вырезая оставшихся иногда до последнего а недели раньше у фермеров привыкших без боязни напасти скот вблизи своих хозяйств растерзали четыре коровы необходимо было среагировать на случившееся увидеть что произошло и постараться помочь свеча нам решился не раз это делавший для своих земляков опытный эксперт в этих вопросах оливиро русов а в качестве помощника и оператора то есть человека который все происходящее запечатлит отправился я ваш покорный слуга автор программ на охотничью и рыболовную тематику сергей бугаев а Волчья стая – это коварная, умная, хитрая и очень мобильная команда. Создавая неприятности в одном месте и понимая, что за это им грозит расплата от местных жителей, они временно перемещаются в соседние ущелья. Но и там собралась большая группа охотников для коллективной облавы на серах. Учитывая количество стрелков, вероятность успеха довольно высока. И чтобы не оставить без внимания это событие, с компанией отправился мой коллега Казбек Батчаев. И что из этого всего вышло, вы увидите в этом фильме. Ну а теперь обо всем по порядку. Я и Оливер приехали в Козыл-Колуб. Сразу видно, подобно другим, жители этого села, в особенности молодежь, покидают родные места, уезжая в большие города за лучшие доли. Брошенные дома скучают, ветшают, оставленные один на один с природой. В общем, без человеческого ухода понемногу приходят в упадок. Остаются в селе те, кто не боятся нелегкого фермерского труда. Другой работы здесь почти нет. И старики, которым здесь все дорого. И которые никогда не бросят нажитых мест. Но не все так плохо. В последнее время появились позитивные признаки. Состоявшиеся в городе люди возвращаются в былые, чаще всего, родные места, где многое напоминает о счастливом детстве или беззаботной юности. Мыслящие по-новому, заряженные свежей энергией, они восстанавливают старые или строят новые, малые и большие фермы. Эти люди знают. Выращенные в таких экологически чистых местах продукты сегодня очень востребованы на городских рынках. И, между прочим, имеют хорошую цену. А общение с домашними животными восстанавливает нервную систему человека. Успокаивает и делает его добрее. И, конечно же, радует глаз. Общение с животными всегда интересно. И находиться здесь можно бесконечно долго. Но у нас другая задача. Необходимо было отправляться в сторону фермы, где произошли неприятности. Узнать подробности, найти и осмотреть останки животных. И по следам определить периодичность появления волков. На фермерском хозяйстве работает, как говорится, непочатый край. Оливер попросил животновода рассказать о месте, где волки учинили расправу и устроили праздничный пир. Как часто серые хищники здесь были замечены. Где и когда. И вообще, о трудностях и радостях сельской жизни. Расстояние и направление движения в сторону места расправы над животными мы уточнили. Оставили машину на ферме. Так как впереди дороги не было. И решили двигаться дальше. Но скажу честно, на ферме, кстати, здесь их чаще называют кош или кошара, настолько интересно, что я не мог остановиться и отвести в сторону объектив камеры. От дезапланированного места нужно было поторапливаться, чтобы успеть засветло. Если волчья стая еще не покинула это ущелье, то это означало, что хищники должны укрываться на южном, пригревном склоне. Мы придвигались как раз по нему. Необходима была предельная внимательность, так как шанс на встречу был достаточно велик. Предстоящий маршрут имел длину не более трех километров и был невероятно красив. Чем ближе мы приближались к цели, тем больше следов и не только копытных мы видели. Дальше окружающие нас приметы указывали на место, где могли находиться останки несчастных животных. Мясо на костях не оставалось совсем. Возможно, в этом помогли пернатые хищники. Вероятность, что волки сюда вернутся снова была невысока. Пришла идея попросить фермеров прикормить это место, добавить сюда пару барашек из тех, что серые растерзали накануне. Ну а пока оставаться в ночь не имело особого смысла. Тем более, изучая происходящее, мы изрядно наследили, особенно я, снимая все на видео. И мы удалились. Выпал свежий снег. Можно было снова туда отправляться. Фермер выполнил нашу просьбу насчет барашек. Теперь и ему хотелось узнать, принесло ли это пользу. Он отправился с нами, взяв с собой коня и уже знакомого нам умного песика пастушка. Вы думаете, что он делает? Он пытается сорвать примерзший камень. Потом столкнет его в ущелье, чтобы тот, падая, создал шум, заставляя притаившуюся живность испугаться и выскочить, тем самым проявить себя. Кстати, охотничьим навыкам его никто не приучал. поднялась сюда. Я понимаю, шакал. Паскал поднялась в поле оказалось, путь недалекий, Но время прошло быстро, пока мы любовались пёсикам и наблюдали за окрестностями. В горной местности сами горы стремительно закрывает уходящее вечернее солнышко. И вот уже всё в холодном голубом цвете. Мы добрались до самого места. Обещанная нам привада в виде барашек была уже здесь, причём грамотно подвешена на дереве. С таким расчётом, чтобы волки могли доставать и наслаждаться только нижними частями приманок. А остальные, недосягаемые верхние, как можно дольше заставляли хищников здесь появляться. Следы на свежем снегу подсказывали, что волки здесь прошли. А раз не прикоснулись к приваде, значит что-то почувствовали. Или ещё не голодны. Оливер решил насторожить тапканы возле останков одной из коров. А для того, чтобы чутки серые не смогли уловить запах человека, его устанавливающего, вокруг разбросал полы. Она, как известно, довольно сильно пахнет. Насторожить хищника полынь не должна, так как в этих местах произрастает и встречается часто. Возле речки из-за деревьев обзор местности усложнялся, тем более в темноте. Но вдоль берега проходила тропа, которую нельзя было оставлять без внимания. На ней бывалый охотник установил петли. Оставаться в ночь опять не было смысла. На следующий день не терпелось узнать, приходили волки на запах привады или нет. Если да, то следы на снегу известят об этом. А волки, возможно, вернутся в тёмное время, на трапезу. А это значит, если остаться в ночь на заседке, появится шанс встретиться с ними. Оливер, расскажи интересную историю, связанную с этим местом. Ну, мы находимся в местечке, которое известно своим названием. Ну, на карачаевском языке звучит, ну, берлюк-кулак. А дословный перевод это значит... Волчья балка. Волчья балка, волчье логово. Вот по той стороне... То есть это ущелье? ...по захолоди, да. Вот это ущелье оно и есть, да? Да, да, да. Там такое барелом, непроходимые места. И почему-то с давних времён это место излюблено волками, они тут живут всегда. Недели две назад, когда был тут большой снег, мы приехали. Но у волков есть какой-то бионавигатор. Они, когда погода портится, меняют... Ну, дислокация такая, переходят на 40-70 километров. То есть, если они завтра, вчера были бы часы, не сегодня здесь, завтра они спокойно могут оказаться в окрестностях Кисловодска, и это для них нормально. Поэтому надо быть чуть-чуть хитрее и знать предположительно вот такие места, где они останавливаются, как эта вот балка. В общем, перехватывать их на месте. На месте, когда они организовывают какой-то отдых для себя. Волки могут регулировать не только количество копытных, но и таких же хищников, как они сами. То есть, шакалов, лис и так далее, да? Конечно, они являются главными частичками в природе. Они делают всё в меру. Ну, здесь точно. Здесь уж точно они это делают. Возле подвешенной привады следы были. Но только не волчьи. Это не радовало. Когда придут серые, теперь неизвестно. Вероятно, где-то в другом месте они нашли жертву. Люди видели недалеко отсюда, как стая волков раздирала лошадь. Но несмотря на это, мы определились. Остаться на ночь. На всякий случай. А вдруг повезёт. Параллельно реке и рядом с привадой, к нашему счастью, расположились скалы. Мы решили обосноваться на одной из них. И волки, если придут нас не учуя, и нам сверху всё видно. Стемнело. Прошло много времени. С погодой пока повезло. Совсем лёгкий ветерок не мешал отчётливо слышать всё, что происходит вокруг. Но затем ветер стал то усиливаться, то стихать. Своим пением мешая прислушиваться к происходящему внизу. Раздался звук, напоминающий шелчок капкана. Нужно было проверить. Оливер, проведи теперь, знаешь как? По капкану, да, чтобы видно было кровь, да. Дай покажем, какой хвост. Я на хвост попробую перевести, сфокусировать. Хвостера длинные, да? Теперь стая уменьшилась до одного волка. Как я уже говорил, в соседнем ущелье собралась большая группа охотников для облавы на волчью стаю. Это мероприятие коллективное. Поэтому всё начинается с составления общего списка участников. Сегодняшнее мероприятие проводится в целях урегулирования численности волка, потому что его очень много. Не проходит 2-3 дня, как они нападают то на один куш, то на другой куш. Будет и гармошка вам сегодня. Давайте по машинам. Поехали. Сейчас я буду насаживать, чтобы раз его поехать, чтобы не пометить. Здесь одна сторона не горела. На разом не можно взять? Нет, разом не. Надо стать плотным. Номера на своей позиции стали. Теперь ожидаем. Закончился гай. В гаю был один хищник. Это лисица. Она тоже наносит урон. Они болеют бешенством. Мы отстреливаем. Переезжаем в другой гай. Сейчас, может, нам повезёт и волка добыть. Всё, поехали. Сколько раз выстрелили в волка? Этого два раза, и тот, который ушёл, три раза. Раненый он ушёл. С первого он лёг, лежал, потом он подбитый. Он потом уже посунулся вниз в балку. Я его добил уже. А зимой мы гаяли это место, ничего не было, вспомните. Вот именно это место и снимали. С такими зубками. Сергей, дорогой, это вот тот самый волк, которого мы преследовали в прошлом году в окрестностях крепости, в ауле Козылкала. К сожалению, он тогда ушёл. В этом году он туда привёл стаю из десяти голов. По достоверным сведениям, нам известно, что они задрали там четыре коровы, полдюжина овец и пару лошадей. В этом году мы ему поставили приваду и капканы. И к нашей радости, вот, вожак стаи попался, теперь будет у нас трофеем. На радость аульчанам и нам. Вот так охотники Карачаевой Черкесии сократили стаю волков на три единицы. А я, Сергей Бугаёв, прощаюсь с вами. Запоминающихся и безопасных охот. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok